С 2007 года из московских офисов стали таинственным образом пропадать ценности и бумаги. По странному стечению обстоятельств, именно в этом году Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал умершим Александра Аносова. Взаимосвязь между этими двумя событиями оказалась довольно неожиданной. Якобы умерший петербуржец все эти годы находился в Москве и совершенно спокойно грабил столичные офисы. На личность гражданина удалось выйти благодаря тому, что на совершенных преступлениях он оставлял свои отпечатки пальцев, зная заранее то, что он уже признан умершим. В октябре этого года полицейские установили, что мужчина проживает в западном округе столицы на съемной квартире. Хозяевом он представился предпринимателем. За однушку злоумышленник исправно платил 30 тысяч рублей в месяц. В ней во время обыска был найден настоящий набор грабителя. Кусачки, отвертки, ключи от дымофонов и десятки связок квартирных ключей. Оказался здесь и вскрытый сейф, в котором еще недавно лежало почти 100 тысяч рублей. Держали мужчину на квартире. Как выяснилось, подозреваемый был неоднократно судим за кражи в Московской и Ленинградской областях. Уже в отделе он рассказал полицейским, отчего забросил школу в 13 лет и ушел из дома после ссоры с родителями. В каком возрасте вы ушли? Не помню, где 12, может меньше, может больше. На что вы жили? На что придется? В раннем детстве где жили? В подвалах, в теплотрассах, где только внизу. В содеянном мужчина признается частично. Говорит, многого не помнит. Полицейские не исключают. В одном только центральном округе столицы подозреваемый совершил 9 подобных преступлений. Во всех этих эпизодах его отпечатки пальцев, пока мужчина взят под стражу. Расследование загарочных краж продолжается.